Итак, уважаемые участники, уважаемые гости выставки, мы начинаем подведение итогов нашей выставки, сегодня мы закрываем это событие и по традиции мы в последний день подводим итоги конкурса «Золотая медаль» выставки. «Золотая медаль» стала давно уже знаком качества продукции, которая представляется на наших событиях, на наших выставках. Компании стремятся за год сделать что-то новое, что-то улучшить, что-то изобрести, предложить самый лучший продукт для похоронной отрасли. И сегодня компетентное жюри, не сегодня, а в течение всех этих трех дней оценивало, сходило по стендам, разговаривало с участниками, теми, кто подал заявки, для того, чтобы понять и наградить «Золотой медалью» выставки лучших из лучших. Итак, по традиции у нас было 18 номинаций, я сейчас не буду отнимать время, чтобы зачитывать все номинации, но это все направления деятельности похоронных предприятий, от сырья и технологий до похоронных услуг. В каждой номинации были заявки и оценивалось по следующим критериям. Это импортозамещение, фактор новизны, экономичность, экологическая безопасность, эксплуатационная надежность, современные дизайнерские решения, социальная и практическая значимость. Вот по одному из этих критериев или по совокупности этих критериев жюри оценивало все представленные экспонаты и заявки. Я прочитаю список жюри, сообщу вам, кто принимал участие в оценке ваших экспонатов. Председатель жюри, президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Николаевич Кодыш. Члены жюри. Кирилл Голиков, кандидат биологических наук, член Президиума Московского отдела Международной ассоциации Союза дизайнеров. Галина Ивановна Гранаткина, директор компании «Ритуал-сервис» город Иваново. Артем Александрович Якимов, директор ГБУ «Ритуал» город Москва. Дмитрий Сергеевич Евсиков, директор учебного центра похоронного сервиса. Вера Александровна Масленникова-Петрова, директор компании «Северо-западная ритуальная компания» город Вологда. Элиза Рассар, заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии художеств город Москва. Священник Сергей Матюшин, русская православная церковь, кандидат богословия, руководитель подразделения по связи церкви и общества. Он сегодня, к сожалению, не смог быть здесь. И Сергей Борисович Якушин, президент проекта «Некрополь». И в самом начале я хотел бы предоставить слово Сергею Борисовичу. Друзья, имею честь объявить о том, что конкурс «Золотая медаль» завершает свой путь на нашей выставке. Сегодня мы его провели в последний раз в той форме, в которой мы проводили 23 года. Конкурс «Золотая медаль» доказал, что это эффективное, действенное средство для повышения качества похоронной продукции. И свой ресурс этот конкурс во многом исчерпал, только потому, что сама форма проведения его пришла в некое несоответствие к 2015 году 21 века. Вчера мы были в жаркой дискуссии, и мы приняли решение, что отныне конкурс будет называться «Конкурс лучшие товары похоронной отрасли», «Золотая медаль». Но журить, оценивать мы будем иначе. На следующий год мы выделяем большой стенд, и уже нашелся спонсор, для того, чтобы все товары, которые будут выставлены как номинанты, конечно, и похоронные услуги, будут представлены на этом стенде. Если фирма выставляет крупногабаритный объект, станок, например, который трудно разделить на две части, и фирма пожелает выставить его на своем стенде, то этот станок должен быть представлен баннером или макетом в естественную величину. И всяк, входящий на выставку, проходящий мимо этого стенда, конкурса «Золотая медаль», будет иметь возможность проголосовать за тот или иной товар. Для нас это большая помощь, потому что, как бы мы ни наполняли жюри экспертами, докторами наук, доктор биологии, доктор архитектуры, доктор психологии и так далее, мы не способны оценить до мелочей, до деталей качество продукции, особенности того или иного товара. И только конкурент, истинный конкурент, истинный ремесленник или производитель того же самого может совершенно справедливо дать оценку. Я надеюсь, что вам новые условия понравятся. Мы много слышали откликов, как восторженных, так и негативных, о конкурсе «Золотая медаль». И самый печальный для нас отзыв был, что конкурс «Золотая медаль» – это продажная акция, когда можно купить золотую медаль. Потому что мы покупаем, мы за участие платим деньги, и мы покупаем автоматом приз. Могу сказать, что у строителей этой выставки предельно честные люди. Нас в СССР воспитывали честные, добропорядочные граждане СССР. У нас никогда не было поползновения что-то продать, подтусовать, где-то кого-то умышленно занизить рейтинг, а кого-то возвысить. Мы старались быть предельно объективными, честными. Это наше совершенно добросердечное признание и успокоение для вас. Никогда этого не было в истории конкурса. Если взять меня лично, то я вовсе не был похоронщиком и никогда не мечтал быть им. Я пришел в похоронку на заре своей пенсии, и, конечно, я пришел сюда вовсе не воровать. Поэтому в этом смысле вы можете быть спокойны и смело смотреть в будущее. Ваши товары и услуги похоронного назначения будут оцениваться всегда максимально объективно. Ну а теперь приступим к самому главному. Да, теперь мы приступим к вручению наград. Вручать награды будет Елена Андреева, исполнительный директор СПОК. Элиза Росар будет комментировать некоторые экспонаты, которые были. Да, и готова ответить на любые вопросы, если у тех, кто подавал заявки, возникают вопросы и сомнения, почему не дали медали или почему та или иная награда. Элиза готова после нашей церемонии ответить на все вопросы. Итак, первая номинация конкурса «Сырье, технологии и оборудование». И сразу большая золотая медаль. Награждается Центр технологий фотокерамики, город Санкт-Петербург, за изготовление лазерно-ударного гравировального станка по камню «Миртеллскомби». Я прошу вас, номинанты, обязательно останавливайтесь, разворачивайте свои медали и дипломы и улыбайтесь в кадр, снимают много камер. Не спешите уходить. Следующая номинация конкурса «Похоронные принадлежности». За разработку завязок для рук и ног покойного малой золотой медалью награждается компания «Ангелы небес», город Семикаракорск. В номинации «Гробы, убранство, фурнитура» дипломом конкурса награждается компания «Рид Фуракс», город Рязань. Жюри конкурса в номинации «Гробы, убранство, фурнитура» за творческий порыв в изготовлении арт-гроба награждает малой золотой медалью компанию «Ритуал-логистика». Ритуал-логистика, город Москва. Поздравляем вас с успехов. Следующая награда в этой же номинации вот с такой формулировкой. За лаконичную изысканность изготовленных гробов большой золотой медалью награждается компания «Акропольсервис». Поздравляем вас. В номинации «Гробы, убранство, фурнитура» за применение различных видов материалов при изготовлении гробов модерн большой золотой медалью награждается Новосибирский завод специальных изделий. И в номинации «Гробы, убранство, фурнитура» большой золотой медалью награждается мемориальная служба «ИМИ» за гроб «Рустикаль» под старину. Поздравляем вас. Следующая номинация «Цветы, фоны, венки». За использование отечественных экологически чистых материалов при производстве ерша и цветов малой золотой медалью награждается предприниматель «Кравченко», город Таганрог. Малой золотой медалью в номинации «Цветы, венки» за экспозицию из искусственных цветов для траурного зала награждается компания «Виктория». Ой, одну минуточку, вы не уходите, пожалуйста, потому что у вас еще одна награда. Большой золотой медалью награждается компания «Виктория» на этот раз за похоронную экспозицию из живых цветов. Я хотел бы прокомментировать. Это восхитительный стенд, стильная продукция, изготовленная мастерами, но с одной маленькой ошибкой. Похороны, смерть, траур не терпят острых углов. У них композиция как ёршики, венки. Я надеюсь, вы учтете. Поздравляю вас. В этой же номинации большой золотой медалью награждается компания «Ритуал Опт Пермь» за композицию «Сиреневая симфония». Поздравляю вас с успехом. И еще одна награда в этой же номинации за изготовление оригинального декора в колумбарную нишу большой золотой медалью награждается Новосибирский завод специальных изделий. Следующая номинация «Камнеобработка». Я приглашаю на нашу сцену компанию «Эм Стоун» Москва-Владивосток. Малая золотая медаль за изготовление ритуальных памятников из природного камня. В номинации «Камнеобработка» большой золотой медалью награждается компания «Стикспе» город Владивосток за склеп для семейного захоронения кладбище «Морское». Поздравляю вас. Большой золотой медалью в номинации «Камнеобработка» за изготовление памятников из культур эконом-класса награждается предприятие «Пирамида» город Иваново. Еще одна награда в этой номинации в этом году у нас много памятников за изготовление урн покрытых золотом большой золотой медалью награждается Новосибирский завод специальных изделий. Следующая номинация «Памятники для временного обозначения места захоронения». В этой номинации за технологичность исполнения и эксплуатационную надежность памятников из бетона большой золотой медалью награждается компания «Аббас Сибирь» город Искитим. Поздравляем успехов! В номинации «Проектирование и дизайн» за скульптуру из литьевого мрамора «Ангел памяти» малой золотой медалью награждается награждается компания «Стелла память» город Серпухов. Поздравляю вас! В номинации «Проектирование и дизайн» за создание участков семейных захоронений, проектов участков семейных захоронений награждается малой золотой медалью компания «Стикс Пэ» город Владивосток. В этой же номинации за создание рекреационных зон психологической разгрузки посетителей кладбищ большой золотой медалью награждается компания «Ритуал» город Химки. «Стелла памяти» Спасибо, поздравляю вас! В номинации «Проектирование и дизайн» за проект «Таинство смерти», объединяющий и представляющий все направления дизайна в похоронном искусстве большой золотой медалью награждается автор проекта Микаэл Мшетян город Москва. Спасибо, передайте наше поздравление. В номинации «Оформление стенда» «Малой золотой медалью» награждается мемориальная служба ИМИ город Новосибирск. Поздравляю вас! В номинации юридическое сопровождение за создание системы добровольной сертификации персонала похоронное дело большой золотой медалью награждается Ассоциация похоронной отрасли город Москва. У меня есть объявление оно очень важное Я пришел в похоронную отрасль в 92-м году когда провел первую выставку Меня назвали мои коллеги члены союза выставок ярмарок сумасшедшим и они задали вопрос мне где ты увидел отрасль которой не было в то время В 98-м году к нам на выставку приехала Елена Бабок Это не просто старожил отрасли Это женщина которая похоронила больше всех россиян в России И вы удивитесь но это так Она из небольшого города но похоронила больше чем все другие и остальные похоронщики потому что она возила такую продукцию уникальную и продолжает это делать которая составляла необходимую часть гроба И теперь представьте сколько сотен тысяч было захоронено благодаря тому что Лена это привезла а производители гробов у нее купили вот это удивительный патриотизм это преданность нашей отрасли она заслуживает огромного внимания и вчера когда было заседание жюри то были большие дискуссии потому что члены жюри не увидели какой-то новой продукции но гроб он и есть гроб и большого разнообразия в атрибуции гроба очень трудно на самом деле это требуется десятилетия чтобы придумать что-то новое новую ручку даже мне показалось что мы не совсем справедливы по отношению к Леночке это очень уважаемая всеми нами активная участница похоронного рынка которая пропагандировала всегда высокую эстетику и не важно что это не она сама производит большая часть продукции она привозит из-за рубежа но мы все ее любим уважаем ее работа заслуживает как вы думаете большой золотой металлик конечно аплодисменты громкие если вы пройдете по рядам выставки то очень мало встретите людей того года рождения в похоронке спасибо я очень тронута такими душевными сердечными словами спасибо Сергей Борисович спасибо за выставку за ваш труд ну еще раз всем спасибо спасибо ну а сейчас мы перейдем к другому конкурсу если вы заметили в центре зала у нас проводился еще один необычный конкурс у нас много конкурсов на этой выставке но один из конкурсов был конкурс ритуального текстиля и особенность его в том что там нет медалей это конкурс ну назовем так зрительских симпатий то есть каждый желающий мог прийти заполнить анкету и указать победителя выбрать наиболее понравившийся продукт из представленных и по итогам вот этого голосования были выявлены победители и сейчас мы хотим вручить дипломы и призы за первые места дипломом конкурса за конкурса ритуальный текстиль награждается предприниматель Давид Сон город Серпухов а у меня нет здесь номеров давайте кто будет выходить вы называйте свой номер хорошо кто помнит из участников конкурса дипломом дипломом конкурса награждается предприниматель Сажина город Бийск нет здесь представителя это не победители это дипломы которые мы вручаем всем участникам конкурса победители будут в конце пятый номер дипломом конкурса награждается предприниматель Пигалева город Пермь еще один диплом диплом участнику конкурса предприниматель Сергеева город Москва какой номер у вас был шестой номер шесть еще один диплом вручается компанией Лилия СПБ город Санкт-Петербург номер четыре дипломом конкурса награждается предприниматель Загорой Чук город Владикавказ еще один диплом компания НЗСИ город Новосибирск номер какой номер семь еще один диплом компания Ангелы Небес Семи Каракорск и диплом конкурса вручается предпринимателю Носову из Ёшкар-Ола город Ёшкар-Ола нет здесь представителя ну а теперь внимание два первых места два первых приза напоминаю компания награждается дипломом и денежным призом компания Ритуал Лотос город Тамбов за первое место в номинации одежда для усопших какой у вас номер будет номер три и в номинации убранства в гроб первое место в конкурсе ритуальный текстиль достается компании Ритис Москва компания Ритис мы благодарим всех участников конкурса ритуальный текстиль они постарались привести и показать новые изделия благодарим за участие и поздравляем всех кто выиграл ну а теперь слово Елене Андреевой союз похоронных организаций у них тоже есть чем наградить дорогие друзья не хочется завершать сегодняшние наши общения но наши встречи традиционные действительно подходят к концу всегда остается ощущение того что мало при этом мы видим большое количество нового я вижу замечательных людей это всегда радует мне кажется вот те кто что-то говорит о похоронщиках плохо наверное вот сюда никогда не приходят потому что после того как покидаешь наш коллектив большой ну в общем как бы даже язык не повернется ничего сказать спасибо вам большое спасибо за ваше желание развиваться за то что такое большое количество конкурсов которые устраиваются всегда мало и всегда вы что-то придумываете всегда есть люди которые не за награду а просто хотят поучаствовать всегда присутствует желание стать лучше и это значит что вот те услуги которыми к сожалению каждый из нас в жизни пользуется ну вот они действительно достойны хорошо оказываемы это очень правильно хорошо благодарна вам горда вами и пользуясь случаем хочу сказать спасибо нашим коллегам для нас региональная тоже поддержка очень важная в этом году как никогда нас поддержали коллеги из нашего регионального представительства и хочу торжественно поблагодарить Билан Константин Юрьевича за сотрудничество и активную работу в развитии похоронного дела спасибо большое нам всегда важна ваша поддержка это фактически тоже помощник Сергей Никитин Константин Юрьевич зашел спасибо большое дальше передаю слово Павлу Евгеньевичу Уланову у него есть еще очень интересные награды дорогие друзья вы знаете что площадка Некрополя стала еще и площадкой награждения для нашего ордена и я очень рад что у нас ребята из Химок специализированное предприятие ритуала не только победили сегодня в этой номинации но этот проект делали конкретные люди я очень хочу пригласить Антона Николаевича на сцену вручить ему орден второй степени за качественную организацию высокой культуры похоронного обслуживания населения его лице передает привет своему трудовому коллективу у нас есть также медаль за заслуги в похоронном деле которой награждается Кулягин Николай Владимирович заместитель генерального заместитель директора МСП ритуал города Химки за верное служение профессии и личный вклад в развитие культуры похоронного обслуживания населения а также мастера которые непосредственно у нас работают с населением это Смирнова Ирина Евгеньевна прошу на сцену за личный вклад в развитие мемориальной культуры высокой качества похоронного обслуживания Гришаев Алексей Алексеевич руководители передадут есть? отлично и Чинников Александр Александрович Дорогие друзья это ваши знания профессионального искусства работайте также дальше качественно на благо населения спасибо большое всем с успехом спасибо мне остается поблагодарить нашего партнера главного нашего помощника союз похоронных организаций и крематориев в лице Павла Ивановича Кодыша ой Павла Николаевича Кодыш извините ну я не присутствовал на конференции в первый день мне рассказали что задавали острые вопросы почему до сих пор не принят закон который мы обсуждаем уже многие годы и конечно тому есть много причин Павел Николаевич пришел много позже чем мы начали дискуссии но лично он сделал очень большой путь для того чтобы все-таки этот закон был так или иначе когда-то принят и за эти годы мы наблюдали самые разные противостояния они начинались от того что закон вступил в конфликт с теми кто управляет тенью похоронки ну что такое теневой бизнес похоронки все мы знаем он был им не по нраву и закон был заблокирован потом наш закон блокировали как это ни странно комитет ветеранов Великой Отечественной войны мы их всех очень любим уважаем ценим у меня у самого отец воевал и мама получала трижды похоронку на него это безусловно прогрессивные люди на которых мы все равняемся но в какой-то момент пожилые люди видят угрозу в частном бизнесе в частных инициативах они хотят чтобы их хоронили так же как в СССР бесплатно и дешево за счет государства и в какой-то момент вот этот комитет тоже воспрепятствовал быстрому продвижению закона на следующем этапе противниками стали ну как вы думаете религиозные объединения по Корану запрещено кремировать иудеи возражают против кремации у православной нет прямого возражения но тем не менее они утверждают что кремация нетрадиционный вид погребения но умные грамотные священники они понимают что они не могут препятствовать закону даже старому закону существующему о погребении похоронном деле где написано разрешено виды погребения гробом землю и путем придания тела огнем и прогрессивные священники готовые к адаптации они говорят мы не занимаемся телом мы занимаемся душой и отпевание это таинство церковное это не ритуал это обряд но тем не менее они имеют свой голос и вновь закон был отложен и что нам ждать дальше мы точно не знаем потому что нашим законом занимались как и в государственной думе несколько комитетов так и в министерстве сегодня к счастью в России проводится эксперимент в нескольких регионах по апробации основных положений этого закона и Павел Николаевич два дня находится в госдуме и встречается он с разными людьми и вот два дня подряд у него встреча с Валентиной Ивановной Матвиенко понимаете что нашим законам нашей отрасли занимаются люди такого уровня будем надеяться что все случится и мы получим новый закон я хочу поблагодарить искренне Лену Андрееву она очень тактично я бы сказал нежно влилась в нашу похоронную отрасль заняла очень активную позицию благодаря ей Россия получила новые стимулы к обучению образованию союз похоронной организации сейчас один из самых активных участников рынка образовательных услуг сама Лена вовсе не представитель похоронной отрасли она мгновенно стримглав вошла в специфику нашего отрасли и она стала главным одним из главных консультантов по редакции закона о погребении похоронном деле Леночка спасибо большое конечно я хочу поблагодарить Павла Уланова Павла Евгеньевича Уланова потому что больше чем он никто у нас в России не занимался образовательными услугами это корифи это авторитет это легенды нашей отрасли каждый его знает без всякого сомнения особые слова благодарности Элизе Рассар вице-президенту союза дизайнеров почетному заслуженному художнику Российской Федерации у нее сегодня особая дата ей 40 лет как она в творчестве это наш бессменный член жюри и это главный ваш противник когда вы представляете свою продукцию она говорит эстетика слабая завиток не туда слишком высоко надо бы опустить крышку гроба и так далее вы понимаете что может говорить художник о нашей ритуальной продукции но именно благодаря ей она неустанно ходит по стендам беседует спорит доказывает производителям и указывает на их недостатки и что она делает она повышает культуру погребения она способствует высокой эстетике и где у нас Татьяна вот она Татьяна Татьяна Николаевна пожалуйста на сцену получите свои аплодисменты это наш старшина благодаря ей пенсионерке глубокой пенсионерке выставка в Москве собирается я понимаю что она собирается во многом даже благодаря тому что вы ее очень любите уважаете и цените это предельно честный человек ну вообще вся наша команда очень честная да мы вас никогда не предавали никому из вас не ставили подножку и в спину вам не ударяли будьте уверены с нами вы дальше будете продвигаться вверх спасибо вам большое а теперь банкет буршет дорогие друзья наверное было бы несправедливо не дать аплодисменты самый громкий Сергею Борисовичу Сергей Борисович огромное вам спасибо за выставку за то что вы нас объединяете сплочаете продвигаете новые идеи и всей вашей команде которую вся наша страна любит уважает только так и мы вас никуда не отпустим как вы занимались этим так и занимаетесь пожалуйста это он намекает на то что я тоже пенсионер давно спасибо благодарность организаторам выставки я хочу сказать большую благодарность всему творческому коллективу который как один вот посмотрит Татьяна они уже знают кто куда идет кто какую работу делает это невозможно не заметить конечно под большим дирижерством Никушина Сергея Борисовича я хочу сказать большое спасибо организаторам какая выставка у нас была какая выставка у нас сейчас сейчас мы можем гордиться уровнем международным уровнем требованиям международного уровня нашей выставки ее организации какие у нас оформления стендов каждый подтягивается участвуя на этой выставке он чувствует не только представляет свою продукцию но он чувствует ответственность за эстетическое восприятие его стенда со стороны всем большое спасибо Спасибо. Сергей Борисович, мы всегда с вами, потому что вы делаете самое большое и благое дело. Я помню, как относились к нам, сколько негатива было по телевидению, сколько слез было с нашей стороны и обиды за то, что нас не понимали. И какое отношение к нам сейчас. Это все благодаря вам. Вам большого крепкого здоровья. Это самое главное. Удачи такого же дружного, хорошего коллектива, который вас не только уважает, просто любит вас, поддерживает вас. Спасибо вам большое. Я хочу поделиться главным секретом моим, но и не только моим. Команда Некрополя имеет некий кодекс, в котором есть несколько фраз. Никогда не собирать негативную информацию об участниках выставки и участниках рынка. Никогда не заниматься наговорами. Никогда не заниматься сплетнями. Досужих разговоров о продукции, о людях, которые работают в похоронной сфере, у нас нет. И я могу вам сказать, что за эти четыре дня на выставке ко мне не подошел ни один человек, ни из одного региона, и не произнес ни одного отрицательного слова о ком-то. Может быть, с кем-то он и воюет на рынке. Но мы это не знаем. Мы не хотим это знать. Для нас вы все равны и все очень дороги. Спасибо вам. А я хочу сказать спасибо вам всем. Но выставка собирается очень так хорошо. Благодаря еще нашей команде. У нас очень хорошая сплоченная команда. И наших девочек вы знаете. Спасибо им большое. Всем спасибо. Еще раз благодарим всех за участие, за то, что вы были с нами все эти дни. Желаю вам огромных успехов в вашей работе. Ждем вас в следующем году, в наших других мероприятиях и в Москве, на Некрополе. Желаю вам огромных успехов в вашей работе.